предложение очень хороший момент собственно что такое совета объединения не только рабочих да да их буржа деятельность мелкий бизнес и живет мелкий бизнес уже с тех самых домах и наемные рабочие но тут я должен я тут даже добавить что этого мелкого бизнеса нашем городе я проводил вот анализ если выкладывается увидели статистику на сайте там по моему не больше сколько 20 10000 20 написал не помню уже цифры до их мало как бы как бы да да это тоже как вариант как бы да потому что я пока что хотелось бы чтобы рабочие на завода как бы ободелись но к сожалению мы должны понимать то что и таких крупных заводов у нас сейчас здесь нету ну какой значит самый крупный воде стоки завода и завод остатки две тысячи три тысячи человек где-то ну может не две тысячи три тысячи диктовать остальным 600 тысяч человек тоже как вариант допустим обыдем кучу этих предприятий получится у нас но все равно без поддержки на территории у них это слабо получится а так у нас уже есть готовые как бы ну что-то что похоже на подобие советов готовы уже если надо как-то их привлечь объяснить им что нужно объединяться не один дом два там три чтоб они начали делать там создавать окружной совет допустим там районный городской пытаться добиваться ну больше полномочий до них вплоть до включения их не знаю те же избирательные комиссии чтобы повышать их статус пытаться добиваться не знаю там чтобы они были народными представителями там в полиции что быстро были там как бы представляли смотрели к контроль народный что-то организовывать на территории у себя вот такие варианты давай так ну у нас на первом доме есть даже поэтому я немножко представляю как она работает ну да ты же немножко немножко другой вариант сейчас у нас собственно такая что как правило себе тащит это дело небольшая группа активистов это везде до человек это уже просто отлично как правило 23 человека на весь огромный дом у нас 200 с лишним квартира там живет порядка 500 человек постоянное управление это постоянно активистами это четыре человека плюс там состав правиле 10 человек и старших подъездов туда много квартир много подъездов дом до 5 6 на подъездов общее правило при создании тассажир чтобы она была купая то есть там нужно какие-то расходы заряжались зарплату председателю потому что работа каторжная и достаточно такая вредная для него да да то есть там есть нижний предел дом с которого тассажир начинает становиться в принципе возможно потому что если у вас дом скажем конец сталинка с 40 года с 15 квартирами то там без шанса то есть такое либо объединяйся на уровне уже района массив этих поставили ибо ну это же предполагает а не обнение свегиновов один дом это тос предполагает задаем на есть такая форма как тос это как-то сажирного на несколько домов земля между ними такой микро-микро война у нас его даже кто-то двигает депутатов сейчас боюсь наврать это ты богданов туле тут и здесь ну вообще вот тот потрогал и туда дальше в районе чуркина там они все круче свет на город их штук пять помощи силипросов немного сейчас уже больше порядка десяти может в игре там то сочинская там усвечки там какие-то тоже подвижки как заинтересовать но опять же из своего опыта вот когда у вас управляет и у вас расскажем проблема со стыком холодной батареи например зимой то вы в эту управляющую замучились ходить до управляющего вы как бы ну в принципе знаете где он живет можете туда вечерком буквально соседний подъезд дайте постучаться там и лично сказать что вот у меня холодной батареи делать то есть я тупо ближе идти решать проблему потом вы этого председателя можете всегда достаточно быстро найти то есть управляйка при всем своем размере там сколько там человек сейчас 20 до него как не странно сложнее до 100 час до молодец они могут там рабочее время установить такое неудобно что ему туда попадется если сами работы то есть там есть вполне конкретные недостатки при работе с управляющей ну и плюс позитивную пропаганду то есть общаться с реальными жителями тсж и рассказывать как нужно все расспрашивать их как перевозился дом при при смене форму правления нет я тут согласен это прямо идеально тсж но к сожалению тсж очень немного во-первых и не все дома могут войти в него это возникает проблема тут возникает другая проблема мы сталкиваемся с тем что вот часто вот те же управляющие компании по сути сегодня это часть орудия местных администраций потому что вот есть примеры часто вот их не руководить и управляющей компании вот для дня не пугать депутатов думы города вестока он бывший руководитель какой-то управляющей компании даже не один несколько их я не помню фамилии я знаю точно что вот они вот одна из депутатов она сбама а там она была что-то связано с управляющей компанией публического района она сейчас там сидит то есть по сути они сегодня так сказать политически экономическое орудие местных администраций воздействующая с одной стороны на старших домов а с другой стороны помогающие по администрации потому что они заинтересованы получение прибыли и получается 2 война не просто борьба идет с администрацией направление борьба и с этими управляйками и тут возникает вопрос как вариант подумать я тоже думал с ребятами с которой общался создание иной ну как бы соответствие законодательством но никто не запрещает подумать создать другую форму управляйки при условии чтобы эта управляющая компания принадлежала бы всем жителям которые бы заключали бы с ней договор подчинялась бы чисто мне значит акции еще как-нибудь 20 не возглава у него такую идею он накинул и не жители но насколько это реально вот я вот честно не знаю насколько я помню законодательстве была такая форма сейчас уже нет конечно как завод и то есть закрыто акционерного общества работников да да вот надо посмотреть этот вопрос если она до сих пор существует то есть я хорошо помню что я делал портал скилл кп еще в конце 90 и даже были какие-то предприятия которые по этой форме работы вот сохранилась не надо нынешнего периода я не знаю там есть предприятия так называемые некоторые народные предприятия но сожалению как бы не печально не звучало я разбирал эти народные предприятия некоторые по чаще всего это акционерное общество акции которые принадлежат по большей части большинству одному человеку и держится только на совести одного человека как бы да да как бы тут надо на основе одного человека держится как бы на его совести пока он есть там как бы что-то похожее где-то там удаленная не знаю более-менее так нормально живут так сказать социализмом это не назовешь но и уж так уж сильно плохими назовешь вопрос да поэтому как бы есть мысли для размышления я предложил подумать как бы интересная мысль мне кажется попролекать как-нибудь ты самый правильный вопрос задал да про экономическое да вот как и в принципе алексей правильно говорит да вот есть у нас большая управляет чем она занимается на собирать деньги с населения соответственно там демит крем и и что и будет тебе да они зарабатывают деньги соответственно уже есть стимул выйти из этого и платить поменьше денег ну это все в идеале но на практике ты сталкиваться с тем что вот на практике стал всем что даже даже не все хотят создавать это проблема а помимо лишь можно добавлю смотри помимо то что они хотят создавать это же тут же появляется управляйка нарисовывается из ниоткуда как только узнает там наверняка есть жители которые ну либо связаны как-то с этой полякой либо еще как-то к сожалению не чистый на руку и начинает палки в колеса ставить у меня была такая ситуация у знаком который пытался в доме создать это же им не дали свиньем причем хорошо активно работал асфальт все им не дали создать это же конечном итоге его из председателя сняли даже такие ситуации был вопрос значит ты начал с одного вопроса перешел другого да ты начал хорошую мысли вот и что как работать с теми заветами которые уже есть а ты не даже пришел к тому как преобразовать там управляет его это самое значит тут мне кажется не надо вмешиваться в процесс перехода из управляющих компаний цсж и наоборот почему потому что все это связано как ты видишь правильно с экономическими вопросами и получается так вот без опыта уже что тсж хороши там и новый дом я мало требуется ремонтов всяких и прочих а там где значит это уже старый и где требуется много ремонта то он неэффективен получается большие задания нет нет там зависит от количества жителей на самом деле очень очень сложно а вот мне кажется то что ты мысль подал что там уже созданы советы и с ними надо работать это очень хорошая мысль очень хорошая мысль и действительно надо подумать надо подумать как это делать ну да вопрос были попытки значит вот такие что находили активисты которые живут где-то около 1 в доме в каком-то или у группы домов и они значит предлагали вот давайте мы значит это самое соберем жить там несколько человек поговорим и не захотят и не встретиться обсудить какой-то вопрос и значит такие попытки были до людей собирали собирали получалось люди значит обсуждали этот вопрос ну правда не немного получалось потому что и дополнительно потому что он между собой там поговорить по соседам передать еще объявления расклеивать но все многие-то ну человек до десятка до двух собиралась обсуждали но результат получался в общем-то не очень как бы не удавалось как бы на постоянной основе как бы поддерживать связь вроде никто не против значит да обсуждали что вот это плохо делает власть это надо изменить там все обсуждали все соглашались но когда стоял вопрос а чтоб действовать на постоянной основе поддерживать допустим с какой-то организации связь тут люди начинают теряться уходить от этого не все готовы взять на себя такую обязанность я согласен тут нужно очень интересно подходить мне кажется вот с какой стороны для того чтобы вот с каким-то советом домовым или с каким-то тсж наладить связь нужно кому-то из нас из тех кто заинтересован выйти на связь с конкретным человеком с руководителем тсж или с там с активистом этого тсж или с там с руководителем с прицелем совета домового или нас с активистом и значит прежде всего начинать выяснять а какие проблемы волнуют этих активистов и людей и чем мы можем и помочь выйдем в этих решениях проблем с такой стороны можно подойти мне кажется и в общем то когда у них есть проблемы и мы чем-то можем помочь решение их проблем и тогда будут заинтересованы поддерживаться конечно хорошо звучит но я по опыту знаю что это не работает все это работа депутата общаться с жителями но депутаты есть на это необходимые полномочия рычаги то есть депутатами запрос в органы не могут игнорировать а если ты просто туда приходишь без ресурсов без полномочий без ничего спрашиваю всем вам помочь вам страну это просто чтобы может естественно да так вот динерство рычаги про это говорит в принципе он правда да чаще это маленький как правило дома там поделить нас квартиру по пятнадцать мне не большие большие есть маленькие хотели всегда проблемы им надо или откликаться который будет следить за хозяйстве надо официально сантехника такой дом своего сантехника найти не могу не постоянно проблема не ищу там где-то кого-то там познакомься через что так если мы хотим это сажим может объединять может завести своего штатского сантехника который будет обслуживать нет вопрос здесь не в том что стоит не будет они сами будут оплачивать твоя задача только понятно вопрос не чаще всего этот сюжет создают их они нанимают через договора управляющей компании чаще всего именно так и делается и все потому что так задача тсж она контролирует средства если просто управляющего назначить и ничего не контролируешь а там у тебя есть тсж и без решения этого тсж даже там вот два-три человека как активист обычно так и бывает бывает дом насколько я знаю есть дом где ну 10 подъездов активистов там всего 10 человек с каждого попали западу по человеку да и то есть без за им тсж можно это все у них есть управляющая компания не управляет они передали управляющей компании но не контролируют средства куда идут когда просто дома не контролируют ничего практически называется совет дома как раз таки вот это контролирующая функция то есть управлять обязаны отчитываться за сайту сайту дом куда пошли средствами что да обязан но на практике если тебя нет с же они вежливо на всяческий свет ухода куда те же есть это же официально из регистры им уже тяжелее от этого они по договор оказаны да да они да и больше отвечает и больше 3 часа он я сталкиваться с тем что есть два дома в одном доме с же а в другом ничего нету дома одинаковые размером количество квартир но одна просто управляйка и управлять а другая это же через управляйку и разница очень колоссальная один выглядит почти в хорошем состоянии там там подъезды чистенький а другой какой-то не знаю кого там война прошла после чего не заправляйте в том обычное состоит что дом будет меньше денег тратить а если ты ушел вроде в тсж но платишь мол что совету дома так еще все равно служить его урожая у меня постовый же но случится уже у тебя видно куда и тут деньги да да будут уходить уж там не безумно